Я Данил, мне 18 и я профессионально занимаюсь триатлоном. Меня зовут Костролец Петр, мне 18 лет и триатлоном я занимаюсь с 21 года. До этого 10 лет занимался водным полом. Все бассейны закрыли и надо было где-то плавать, чтобы не терять форму. И мама увидела на Комсомольском озере группу Асташина и привела меня к нему, чтобы я форму не потерял. И уже буквально через месяц я втянулся, мне понравилось, я ушел из водного пола и начал заниматься триатлоном. Не жалеешься тебя? Нет, команда распалась, ребята не знаю чем занимаются. Я катаюсь по миру на Кубке Европы. Я начался с НОТ, и это был первый триатлон в Молдова Республика Молдова для детей. И я пытался, и мне было интересно. Это было так спонтанно. Мне вечером звонит знакомый и говорит, что есть возможность проявить себя в триатлоне. Первый старт у меня был триумф в 2021 году. И для первого старта выступил неплохо. Занял второе место. Я тренируюсь обычно сам. У меня получается три тренера. Один по плаванию, один по бегу и один тренер координирую. То есть плавание, велосипед и бег все вместе. То есть как генеральный тренер. Тренируюсь я обычно в парках бегаю. На велосипеде я выезжаю на трассы. И плаваю в бассейнах. Иногда в фитнес-центре, иногда в центре за правительством. Тренирует меня в Райбе Андреи. Это он бег и велосипед. И по плаванию меня тренирует тренер по плаванию Лена Валентиновна. Все поездки как бы за счет родителей. Стало это как-то поводом развиться тоже. Еще один повод выйти из дома, посмотреть на мой старт. Поболеть за меня. Изначально папа был немного так скептически относился. То есть типа, что тебе надо покупать то, то, то. Но со временем, то есть я ему объяснил то, что это не все сразу, не прямо сейчас, постепенно. И со временем он уже все понял и сам начал предлагать. Тебе может вот это, это, это надо. То, что надо, я говорил да. То, что не обязательно, я говорил, может это потерпеть. Я занимаюсь с тренером в Молдове. И он ведет тренера на определенные аппликации. Могут не тянем в связи с тренером в Бразилии. Это тренером олимпича в Бразилии. И есть и аппликация, который мне дает тренера на определенные аппликации. Я изучаю и я их выполняю так, как это было в этой апплике. Уходит очень много, но почти, ну, все спонсирует мой отец. Вся семья, так и все мои знакомые очень поддерживают меня, что я занимаюсь. И хотелось бы, чтобы я продолжал в том же духе. Несмотря на то, что я сейчас поступаю в Межэститут, там будет очень трудно учиться. И со временем он будет тоже не очень. Но все поддерживают меня, чтобы я продолжал. И я буду продолжать дальше. Продолжение следует... В любом случае, в любом случае, в стране, я ходу с папой, я всегда поддерживаю, мне присоединение, все необходимое для competения, и, конечно, есть и тренировки, и даже приятели, но большинство принцов, которые мне больше поддерживают. Я считаю, как спортивный, я и морально поддерживаю, а не только финансирование. Таким небольшим праздником, потому что в Молдове этап Кубка Европы. Очень странно. То есть я-то был рад. Я говорил друзьям, что будет такое. Они такие, типа, у нас что, как? Я говорил, вот да будет, приходите посмотреть. Это улучшит как бы спорт, развитие спорта, в нашей стране. Это очень хорошо для нашей страны, потому что у нас есть шанса для того, чтобы представить страны. И, в общем, спорт, это очень красивый, для того, чтобы представить любое culture, и, в общем, любое стране. И мне кажется, что это очень важно для нас. Из планов у меня будет 10 или в пятерку. На подиуме я не уверен, что могу рассчитывать, потому что будут сильные ребята, но бороться за пятый место я хочу. И, в общем, я хочу показать результаты, чтобы я был доволен. Я хочу показать результаты, чтобы я был доволен. Потому что, в общем, мы были доволен. И, в общем, мы можем проводить такие старты, люди интересуются, потому что у нас, триатлон, я общаюсь с людьми, разговариваю с ними, когда им говоришь триатлон, они понимают, что это три каких-то вида спорта, но постоянно уточняют, какие эти три вида спорта. То есть, это такой, как бы, будет у нас пиар в этот спорт.